Культ Просвет Так что не переключайтесь! А выпуск начнется с небольшого обзора культурных событий, которыми была насыщена жизнь в Одинцовском районе за последнее время. Ежегодный конкурс детского творчества «Пасхальный свет и радость» состоялся в Захаровском доме культуры. Это уже 13-й вернисаж детских работ, которые поражают изяществом исполнения, многогранным талантом и изобретательностью мастеров живописи. На этот раз 900 юных художников, дизайнеров, прикладников всех поселений Одинцовского района претендовали на дипломы победителей. В православный праздник Святой Троицы жители Назарева отметили день рождения родного поселка. Массовые гуляния традиционно прошли на лугу в излучине реки Веземки. В этом году поселению исполнилось 429 лет. Следующий год – юбилейный. Кульминацией праздничной программы стало выступление популярной группы «Отпетые мошенники», которая рьяно заявляет о своих правах на просторах современных субкультур. Аурики, 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 гуляют детки, гуляют мужики. Аурики, 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 аурики. Красочный и динамичный мюзикл «Лукоморье» был представлен в волейбольном центре города Одинцова. Посмотреть шоу съехалось около двух тысяч мальчишек и девчонок со всего района. Яркая постановка о лешем, русалке и коте-ученом пришлась как нельзя кстати к празднованию Пушкинского дня. Сценарий сказочного действия опирается на произведение великого поэта, которого считают основателем и реформатором русского языка. А сейчас несколько интересных фактов о поэте в рубрике «На заметку». Жители Эфиопии искренне считают Пушкина своим национальным достоянием. Они даже установили ему в Адис-Абебе памятник, на табличке которого высечены всего два слова – нашему поэту. Прадед Александр Сергеевичи, араб Ганнибал, действительно проживал в этом африканском государстве и был чистокровным эфиопом. А в России оказался волей случая, когда попал в плен к туркам и был вручен Петру в качестве живого подарка. Сюжет сказки о рыбаке и рыбке, исполняющей желание, Пушкин подсмотрел у братьев Гримм. Написанной им поэтической интерпретацией тоже фигурирует рыбак и его алчная жена. Только у немецких сказочников старуха оказалась у разбитого корыта после того, как захотела стать богиней, а не владычицей морской. Александру Сергеевичу нравилось сочинять сказки. До той поры, пока он не прочел Ершовского конька-горбунка. Восхищенный талантом автора, он по-доброму позавидовал ему и решил срочно переквалифицироваться. Пушкин сам не раз вдохновлял на творчество талантливых современников. Гоголевский ревизор, например, родился из просьбы Николая Васильевича развлечь его анекдотом или забавной историей. Александр Сергеевич был фанатичным книголюбом. Его домашняя библиотека включала более 3500 томов. Также он был полиглотом. Пушкин отлично владел французским, итальянским, испанским, английским, немецким, греческим, латинским и несколькими славянскими языками. Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Недавно наша съемочная группа побывала на первом международном литературно-музыкальном фестивале имени Александра Сергеевича Пушкина. Масштабный праздник состоялся на территории старинной большевиземской усадьбы в Государственном историко-литературном музее-заповеднике имени Пушкина. Давайте вместе с вами отправимся туда и поучаствуем в народных гуляниях. В этот праздничный день, гуляя по зеленым и цветущим аллеям в музее-заповеднике, можно было повстречать героев из произведений великого поэта. Здесь все словно в сказке. Глядя на ряженных персонажей, сразу вспоминаются знакомые с детства строчки. Три девицы под окном пряли поздно вечерком, там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Красочный карнавал продолжился выступлением джазового ансамбля. Для самых маленьких гостей праздника открылась чайная Арина Родионовна с ватрушками и самоваром. Кроме того, все желающие могли пройти по залам дворца, а также поучаствовать в поэтических чтениях. Возле памятника поэту открылась выставка рисунков. Свои тематические работы представили дети со всей России. На масштабном вернисаже представлено множество работ детей, посвященных творчеству Александра Сергеевича Пушкина. Причем каждый рисунок любой желающий может взять с собой на память. По соседству с вернисажем были установлены два помоста, где трупы подмосковных театров по очереди играли фрагменты спектаклей, в том числе маленькие трагедии и Евгения Онегина. Чтобы воссоздать атмосферу той эпохи, по аллеям усадьбы на протяжении всего праздника прохаживались актеры в костюмах начала 19 века. Ближе к вечеру всех гостей пригласили к главной сцене, где прошла церемония закрытия 12-й международной олимпиады по русскому языку. Она была организована на базе Московского института имени Пушкина. На олимпиаду по русскому языку приехали ребята из 15 стран ближнего зарубежья. Это Киргизия, Узбекистан, Кыргызстан, Грузия, ну и конечно Россия. В итоге победителями олимпиады стали школьники из Беларуси, Казахстана, Латвии, Молдовы и Кыргызстана. В качестве приза они получили документы на право бесплатного обучения в российских вузах. Для нас большая честь в этом году принимать международную олимпиаду по русскому языку. Очень приятно, что ребята соприкоснулись с культурой и историей самого богатого на это региона Московской области. Очень приятно, что наше открытие прошло в святых местах Нового Иерусалима, а закрытие проходит в святых для всех русскоговорящих людей пушкинских местах. И я хотел бы, пользуясь этой трибуной, решить один вопрос, посоветоваться с ребятами, кто сюда приехал. Мне кажется, до этого 11 олимпиад, проходящих не в Подмосковье, и финал, проходящий не в Пушкинском музее-заповеднике, это неправильно. И я хотел бы предложить идею все следующие финалы олимпиады по русскому языку проводить здесь, в Пушкинском музее-заповеднике. Кто за? Первый международный пушкинский фестиваль продолжился концертом с участием звезд эстрады, артистов Большого и Мариинского театров, а также Московской государственной консерватории имени Чайковского. Музыка 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 И напоследок вашему вниманию рубрика «Мир, труд, Ютуб». На этот раз я хочу показать вам фрагмент из фильма «Пушкин. Последняя дуэль». Вы увидите самый роковой и судьбоносный момент в жизни великого поэта, из-за которого его жизнь внезапно оборвалась. Комиссия военного суда, соображая все вышеизложенное, подсудимого поручика барона Геккерина, находит как его, так и камер юнкера Пушкина виновными в произведении строжайше запрещенного законами поединка. А Геккерина и в причинении пистолетным выстрелам Пушкину раны, от коей он умер. Противники должны были стрелять по моему сигналу. Сходите! Дантес выстрелил, не дойдя до барьера одного шага. Куда, Тенани! Куда! Я делаю сомиет! Аттенде! Я еще с теми силы, для строга! Пистолет! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Александр Сергеевич, голубчик, Александр, Саша! Странно, я думал, что мне достать удовольствие его убить, но я чувствую теперь, что нет. Смерть Александра Сергеевича Пушкина обросла многочисленными легендами. Мы показали этот небольшой фрагмент фильма в знак уважения и вечной памяти гению русского слова. И тем самым сказать о том, что к его творчеству и литературным трудам никогда не зарастет народная тропа. И заканчивая выпуск «Культ просвета», хочется вспомнить слова самого классика. Прекрасное должно быть величаво. Не теряйте в себе дух неиссякаемого творчества. И каждый день преображайте мир вокруг себя. С вами была Екатерина Старосветская. И до новых встреч на канале ОТВ. Субтитры создавал DimaTorzok